Всем привет, друзья! На дворе 1 июля, а значит время подвести итоги и рассказать про 5 лучших трансферов, которые произошли в июне месяце в континентальной хоккейной лиге. Я так сегодня посидел, поприкидывал. В прошлый раз по маю я сделал видос в середине июня, а здесь сразу месяц закончился и сразу видос. Мы в июне занимались своим здоровьем, проходили чекап, и Настя сейчас уехала как раз в Пермь заниматься здоровьем. На прошлой неделе ей сделали операцию небольшую, поэтому снимаю сам вот так вот на телефон, потому что другой возможности у меня нет. Но главное здесь, конечно, просто нам поговорить про хоккей, так сказать, зафиналить. Я своими соображениями поделюсь в этом видео, а вы своими уже в комментариях, все как обычно. Давайте сейчас небольшая рекламная пауза и продолжим. На пятое место поставил переход Ивана Дроздова и Салавата Юлаева в ЦСКА в рамках трехстороннего обмена. Там три молодых игрока плюс 50 миллионов. Многие раскритиковали этот трансфер, сказав, что это капризов версия 2.0. У каждого, наверное, здесь могут быть свои точки зрения в любом случае. Несмотря на то, что об этом обмене знали уже заранее, еще чуть ли не во время плей-офф дошли об этом разговоры. Но официально его скрепили 2 июня. И действительно, Дроздов перешел в ЦСКА из Салавата Юлаева после 71 игры и 56 очков лучшего результата среди белорусских игроков в истории КХЛ. Результат значимый. Дроздов один из самых быстрых игроков. В любом случае, такая заметная фигура. Человек неотъемлемая часть иностранной тройки вместе с Ливой и Хмелевским. И любопытно, как все это будет происходить, его адаптация, его игра уже в ЦСКА. Но этот переход мы ставим на пятое место. Свое отношение можете написать в комментариях. Может быть, вы уже делали это ранее. Вот так вот очень быстро на четвертое место ставлю переход Дмитрия Кагарлицкого из Акбарса в торпеды. Де Юра на самом деле просто Кагарлицкий стал неограничен свободным агентом и перешел в торпеды. Хотя, как я понимаю, были претенденты на то, чтобы перейти в какой-то другой клуб. Но с точки зрения, наверное, всех сторон идеальный вариант. Во-первых, Кагарлицкий в 34 года уже много где поиграл, в том числе в КХЛ. Многое умеет, многое может и получит, наверное, очень хорошую роль в торпеды. Плюс станет такой дядька-наставник. Как я понимаю, он сам очень хотел поработать с Игорем Ларионовым. Так что с учетом того, что в торпеды, как правило, много молодых игроков, такой вот дядька с опытом, при этом не конфликтный, а прям кайфовый такой человек, я думаю, очень-очень пригодится нижегородской команде. И на четвертое место этот переход я ставлю вообще абсолютно-абсолютно смело. И думаю, что вопросов у вас не будет. Тройку призеров этого июня. Трансфер в июне у меня открывает Матвей Мечков, который перешел из КА в Филадельфию. Вы скажете, Рома, а что такого? Но на самом деле, да, вот вспоминайте драфт, который пару дней назад прошел. Вспоминайте прошлый год. И многие говорили, что вот Мечков не уйдет очень высоко, потому что у него еще три года действующий контракт со СКА. Представляете, три года было. Это было год назад. Этот сезон он провел в Сочи. И поверить в то, что Мечков так быстро окажется в Северной Америке, было достаточно сложно. И отсюда можно сделать вывод простой, что этот трансфер был не таким простым. СКА, Филадельфия в условиях всех ситуаций, которые уже были с участием именно этого клуба и российских игроков. С учетом вообще всей общемировой политики, повестки, которая существует. То, что СКА, Филадельфия и Мечков в итоге все договорились. Это прям круто. И я честно считаю, что у Матвея очень хорошие шансы, потому что он действительно необычайно талантливый игрок. И хочется ему пожелать, ну, на самом деле, очень-очень хорошего сезона, чтобы у него все получилось во флайерс. И я думаю, что сами летчики тоже многое предприняли для того, чтобы Мечков оказался здесь и сейчас у них. Поэтому я считаю, что трансфер такой знаковый для нас, потому что мы всегда любим, когда в НХЛ играют наши ребята, которые могут радовать, за которых мы можем болеть, переживать. И поэтому дай бог, чтобы у Мечкова все в Филадельфии получилось. У меня это третье место лучших трансферов в июне. Друзья, немножко поближе поставил камеру, потому что рука трясется, камера трясется. Но еще раз приношу свои извинения за подобную съемку. Но, как сами понимаете, летом тоже такое время, чтобы мы немножко занялись своими делами, особенно здоровьем. Потому что здоровье такая вещь, его не купишь. И я вам так чисто вот от себя, неважно сколько вам лет, обязательно выделяйте бюджет на то, чтобы проверять свое здоровье и фиксить вот эти все ошибочки на очень-очень ранней стадии. Потому что жизнь, она одна, и нужно заниматься здоровьем. Вот такой вот спич. Хочу быстро сказать, что вы можете залететь ко мне в Телеграм-канал. Там сейчас проходят несколько классных розыгрышей. Например, чемпионские каски Металлурга, сувенирная продукция Амура. Возможно, в ближайшее время еще какие-то розыгрыши будут. Плюс там дайджест трансферных новостей. Обсуждаем, общаемся. Так что залетайте туда. Можно еще в ВК. В ВК я стримил даже драфт НХЛ немножко. И вообще частенько туда выхожу в прямом эфире. Так что тоже можете залететь туда. Ну и Дзен тоже подписочка, если вдруг с Ютьюбом что-то произойдет, чтобы мы не потеряли друг друга. Такая вот справочная вам информация небольшая. Давайте теперь ко второму месту. И к первому сразу. Думаю, вы понимаете, что там два казанских друга. Радик и Вадик. Долго думал, в каком порядке расставить. Для меня, наверное, на момент осуществления этих трансферов все-таки Радулов был повыше. Потому что Локомотив провел трансфер в тайне. Мы об этом не знали. И это был прям такой настоящий вау-эффект. Но я все-таки вот в этом топе лучших трансферов июня поставлю Вадима Александровича на первое место Шипачева. Поясню, почему. Я думаю, что получить Радулова было легче. У него закончился контракт с Акбарсом. И, в принципе, любой клуб КХЛ мог пытаться с ним договориться. А там уж как Александр Валерьевич решит. В итоге вот он решил, что он хочет быть в Локомотиве. Игорь Валерьевич с ним разговаривал. Они все утрясли. И, безусловно, я считаю, что это классный трансфер, который должен помочь Локомотиву. Я уже и говорю именно про хоккейную составляющую. Можно много, сколько угодно говорить про то, что Радулов там псих на льду. Не всегда такой понятный персонаж, который вызывает много эмоций, в том числе отрицательных. Но то, что это мастер, мастер и умеет играть в хоккей, бесспорно. То есть в каких-то аспектах он точно Локомотиву поможет. Ну, а уж в медиаплане тут и говорить не приходится. Даже то, что Радулов мало общается. В любом случае, для КХЛ, даже для меня, как для блогера, любое упоминание Радулова в Ютьюбе, в телеге или еще где-то, оно залетает. Потому что Радулов такой очень эксцентричный персонаж. Но все же, да, с точки зрения того, как его получить, я считаю, что Локомотиву было проще. Что касается Шипачева, которого я ставлю на первое место этого топа, тут, конечно, ситуация сложная. У него действовал контракт, у него был пункт запрет на обмен. То есть он мог забрить любой обмен, который Акбарс бы ему подготовил. Поэтому здесь такая... При этом все это вышло в информационное пространство. Да, Шипачев открыто в передаче на связи КХЛ сказал, что некрасивая ситуация, я лучший бомбардир, что происходит. При этом Акбарс не хотел расторгать контракт, потому что не хотел платить неустойку, судя по тем заявлениям, которые были озвучены в прессе, в том числе Алексеем Шевченко, который много про это рассказывал. Короче, вот учитывая все эти неопределенности, все эти такие сложные моменты, я думаю, что трансфер Шипачева был сложнее. И в итоге его исход, да, то, что в итоге Шипачев оказался в Минске, это круто. От этого выигрывает, наверное, вся лига. От этого выигрывает Минская Динамо, которая вот сегодня, 1 июля, объявила о том, что у них там Дилан Дюбей еще переходит. То есть Гросс очень хорошая трансферная компания. Возможно, это лучшая трансферная компания в истории Минского Динамо вообще, да, в нынешней межсезонье. Ну, а Шипачев это венец такой, причем контракт очень такой небольшой. Я у себя в телеграм-канале об этом писал. Там 40-48,5 миллионов. То есть в первый год 40, во второй, по-моему, 48,5. И плюс еще сколько-то миллионов, больше 20 бонусы. То есть не сказать, что Минск прям очень много насыпал Шипачеву. То есть это такой вин-то-вин. И Шипачев получает интересное место для продолжения карьеры. Минск получает звездного игрока, который побьет рекорд. Ну, короче, все реально выигрыши. И то, как минчане представили этот трансфер, тоже заслуживает, наверное, определенного рода восхищения. Но вот так вот Вадик и Радик оказались в новых командах именно в июне. При этом сейчас, 1 июля, открывается, так сказать, рынок свободных агентов в Северной Америке. И все команды, которые планировали привезти каких-то иностранцев, оставляли под это бюджет. Сейчас начинают свою работу. Так что в июле тоже будет не скучно. Помимо этого еще очень много российских игроков, которые до сих пор находятся без команд. Так что мы продолжаем наблюдение. И, наверное, в ближайшее время я вас порадую еще одним выпуском про трансфер. Где уже подробно расскажу о каких-то важных сделках и о своем мнении о том или ином игроке и переходе. Вот такое получилось видео. Пятый Дроздов, Кагарлицкий четвертый, Мечков третий, Радулов второй, Шипачев первый. Как вы это у себя расставите? Может быть, кого-то еще вспомните? Залетайте, камон, в комментарии. Пишите, давайте общаться, не терять друг друга. Потому что до старта предсезонки остается всего лишь месяц, друзья. Вот так вот быстро-быстро время пролетело. Даже не верится. Вроде даже отдохнуть еще не получилось. Мы не успели. Так что такие дела. В общем, если понравился этот выпуск, прожимай палец вверх. Подписывайся на канал, если все еще этого не сделал. И, конечно, самое главное, не забывай, что у тебя роман с хоккеем. Всего доброго. Пока-пока. Рука прям эта затекла держать. Ребята, всем хорошего лета. Отдыхайте, наслаждайтесь шикарным временем. Ребята, всем хорошего лета.